Всем привет! Меня зовут Севастьян Адынский и сегодня на уроке физики мы с вами рассмотрим холодильные машины и рассмотрим какие проблемы с экологией мы встречаем при использовании тепловых машин. На прошлом занятии мы с вами изучали тепловые машины, мы с вами рассмотрели разновидности тепловых двигателей и также мы сказали о том, что существуют холодильные машины. Как раз таки холодильные машины на этом занятии мы с вами рассмотрим. Что происходит при том процессе, когда мы используем холодильную машину? Мы ее применяем для того, чтобы снизить температуру, охладить те или иные предметы. За счет чего это происходит? Это происходит благодаря либо эндотермическим химическим реакциям или же, как мы говорили на прошлых занятиях, благодаря испарению. Благодаря этим двум процессам можно понизить температуру. Почему уменьшается температура? Потому что уменьшается энергия у данного тела. Мы с вами на этом занятии рассмотрим различные холодильные машины. Вы и сами сталкивались с различными видами холодильных машин. То есть сюда можно отнести и холодильник и кондиционер. Работа большинства холодильных машин основана на процессе охлаждения. То есть мы именно для этого и применяем данные приборы. Различаются холодильные машины бытовые и промышленные. В промышленных холодильных машинах применяется аммиак, а в бытовом холодильнике, допустим, применяется фреон. В чем их разница? Разница в том, что аммиак является вредным веществом, то есть ядовитым. И если произойдет утечка аммиака, это будет очень плохо. И поэтому в бытовых условиях применяют менее вредное вещество, такое как фреон. Эти вещества имеют низкую температуру кипения и они являются легко испаряющимся. Также почему применяют в бытовых случаях аммиак? Потому что у него большая удельная теплота парообразования. Значение вы можете увидеть на своем слайде. Теперь давайте рассмотрим, каким образом работает известный нам холодильник или же холодильная машина. Холодильная машина состоит из пяти главных частей. Здесь вы можете увидеть схематическое строение. По цифре 1 у нас обозначается компрессор, по цифре 2 – конденсатор, цифра 3 – капиллярная трубка, 4 – это испаритель и 5 – холодильная камера. То есть там, где непосредственно находится у нас продукт, который необходимо охладить до необходимой температуры. Давайте разберем, за что каждая часть отвечает. Первое – это у нас компрессор. Компрессор позволяет снизить, точнее увеличить давление внутри этой системы. То есть, если мы используем фреон или же аммиак. То есть, мы увеличиваем давление внутри этой системы. Так как давление внутри системы у этой жидкости увеличивается, то, соответственно, и будет увеличиваться температура жидкости в данной системе. Теперь, по цифре 2 у нас находится конденсатор или, другими словами, радиатор. Он находится на задней крышке холодильника. И конденсатор не закрывается какими-либо пластинами и так далее. Для чего? Потому что внутри конденсатора протекает газ с высокой температурой. И так как данный конденсатор открыт и рядом находится только воздух в комнате, то трубки конденсатора будут охлаждаться. То есть, будет происходить теплообмен с воздухом в комнате. Вы, может быть, замечали у холодильника сзади горячей трубки. Это как раз таки и есть конденсатор или, другими словами, радиатор. Дальше. Газ внутри этих трубок из-за понижения температуры будет конденсироваться. То есть, превращаться в жидкость. Так как газ уже превратился в жидкость, эта жидкость по капиллярным трубкам нужны для того, чтобы сконденсированный газ попал уже в испаритель, где как раз таки он будет испаряться, данный газ. Жидкость будет попадать далее в испаритель, который находится под номером 4. Благодаря конденсатору будет испаряться газ. И как мы понимаем, что при испарении температура понижается. И именно из-за этого, из-за того, что при испарении температура понижается, все содержимое внутри тоже будет охлаждаться. То есть, будет понижаться температура. Именно благодаря этим процессам, то есть, понижению температуры вокруг холодильной камеры, внутри холодильной камеры, которая у нас находится под числом 5, у нас будет тоже наблюдаться понижение температуры и здесь у нас происходит то есть круговорот газа в этой системе она газ будет либо увеличивать температуру либо уменьшать далее от чего будет зависеть грубо говоря мощность холодильника существует такой такая величина как холодильный коэффициент который мы обозначаем маленькой буквы к чтобы ее не определить нам необходимо составить отношения между количеством теплоты которая рабочее вещество холодильника отбирает от охлаждаемого тела то есть насколько уменьшает энергию охлаждаемого тела к работе охлаждаемого тела за весь цикл то есть какую работу совершает непосредственно механизм то есть холодильная машина также мы можем работу расписать как разницу количестве платы q2 и q1 но если нам необходимо выразить данный холодильный коэффициент в процентах то мы это эти отношения то есть умножаем на сто процентов и тем самым мы получим результат в процентах как раз таки именно холодильный коэффициент определяет эффективность работы холодильной машины то есть чем он выше тем лучше теперь давайте рассмотрим какие проблемы с экологией мы будем встречать при использовании тепловых машин как мы уже с вами рассмотрели на этом и предыдущем занятии мы с вами рассмотрели двигатели холодильники и так далее и в тех и других механизмов у нас происходит нагревание элементов а это как мы знаем влияет на парниковый эффект и также еще есть определенная составляющая вредная это выброс продуктов горения если мы рассматриваем двигатели то есть мы тем самым загрязняем воздушную среду в чем еще является недостаток так как у нас слишком уже становится много предприятий автомобилей то уже экосистема не справляется с таким потоком инструментов механизмов и так далее которые загрязняют среду и в этом как раз таки заключается проблема восстановления экологии то что у нас автомобилей гораздо больше чем деревьев в лесу которые как раз таки позволяет восстанавливать баланс кислорода на нашей планете давайте сейчас повторим что мы с вами изучили на данном уроке мы с вами рассмотрели что такое холодильная машина и как она работает также мы с вами познакомились с таким показателем как холодильный коэффициент который показывает как раз таки эффективность холодильной машины и мы с вами разобрали проблемы в экологии которые возникают в результате использования тепловых машин всем спасибо до встречи на следующем уроке до встречи на следующем уроке